Как только вертолёт МИ-2 с флагом ВДВ разрезал своими лопастями жаркий волжский воздух, в небе появился самолёт Ан-2 с парашютистами на борту. Они исполняли один из сложнейших прыжков с высоты 200 метров с приземлением в воду. Не успели зрители восхититься их мастерством, как Ан-2 зашёл на второй круг. И вот другая группа прыгает с высоты 1500 метров. Среди них Александр Гачин, ветеран, на счету которого больше 8500 прыжков с парашютом. Признаётся, погода отличная, хоть и с небольшой загвоздкой. Погода сегодня, она как бы и лётная, но немножко сложновато. Ветер сильный наверху. Ну и для молодых, конечно. Так-то особого ничего нет, но для молодёжи, чтобы рассчитать, площадка приземления маленькая. Вот все особенности. А так нормально, хорошо, тепло. А на набережной расплескалась синева. По беретам, по тельняшкам. Первая очередь Самарской набережной, словно место высадки огромного десантного батальона. Больше всего крылатой пехоты у сцены, где исполняют любимые песни. Вот и Саня, дружок закатычный. Мы не виделись с Саней весь год. А сегодня вот здесь всё логично. Праздник берет начало 2 августа 1930 года. Тогда десантное подразделение осуществило первую высадку самолёта для выполнения боевой задачи. С тех пор для них каждый прыжок как новое рождение. Каждый прыжок для нас как день рождения. Мы приземлились и живы. И не только живы за себя, но и за своих близких друзей и товарищей. Этот праздник лучше дня рождения. Мы его ждём просто каждый год. Поздравляют реально, все звонят. И на день рождения так не поздравляют, как на 2 августа. За ВДВ! Слава ВДВ! Передаем привет, который сейчас в других городах. В Саратове, в Мордовии, в Москве. Ещё где-то сейчас отмечают праздник День ВДВ. Всем передаём огромнейший привет. И говорим «ВИВАТ ВДВ! ВИВАТ ВДВ! ВИВАТ ВДВ! ВИВАТ ВДВ!» А начался праздничный день традиционно с торжественного митинга на площади памяти у монумента воинам, погибшим в локальных конфликтах. Ветераны и офицеры возложили цветы к мемориалу, встречали днаполчан и сослуживцев, вспоминали былые годы и подвиги. Я могу сказать, что у меня и у многих моих близких и друзей день ВДВ – это как Новый год. Мы исчисляем прожитый год от дня ВДВ до дня ВДВ. Вся служба ВДВ – это история и воспоминания. Мы можем с вами об этом разговаривать очень долго. Синие-зелёные флаги и голубые береты на бок. Воздушно-десантные войска зарекомендовали себя как одно из самых надёжных подразделений. Братство крылатой пехоты за почти вековую историю ни разу не подвело своего высокого статуса. Сегодня десантники – это символ мужества, стойкости, справедливости и любви к родине. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.